МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность прежде всего. Совещание у главы региона. Форум СМИ Северного Кавказа. Новые технологии и проекты. К чрезвычайным ситуациям готовы. Сотрудники МЧС оттачивают мастерство. Здравствуйте. Это Мурад Ахмедов. Итоги недели на канале ННТ. Вот мне рассказывали конкретно. В день платежей люди подходят, спрашивают, а почему мне 10 тысяч рублей лишних начислили за газ? И вы знаете, объясняли. Ты ничего не хочешь? Потом снимем. СМИ должны быть, прежде всего, ответственными. Потому что недостаточно просто опубликовать информацию и собрать массу лайков. Нужно понимать, что за этим наступит. Чтобы люди хоть немного почувствовали, что город стал лучше и безопаснее. Так обозначил Владимир Васильев главную тему координационного совещания, посвященного обеспечению правопорядка в республике. Электро- и газоснабжение, безопасность в праздничные дни, а также изъятие у граждан незаконного оружия. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече руководителя региона с главами министерств и ведомств. Подробнее по теме от Ханапова. Отключение электричества в дни непогоды с этой злободневной для жителей столицы темы начал с совещанием Владимир Васильев. Глава республики раскритиковал ответственные ведомства и напомнил, что обесточивание разрешено на несколько часов, но никак не на сутки. И похвалил Васильеву и газоснабжающие организации. Проверки показали, что население регулярно оплачивает коммунальные услуги. При этом их оплату переводят на фиктивные лицевые счета, а им дополнительно начисляют необоснованно высокие долги. По данному факту прокуратура уже проводит проверки. В результате межведомственного взаимодействия в сфере ДЭК установлены системные злоупотребления руководством ООО «Газпром-Межрегион-Газ-Махачкала», которые с целью сокрытия потерь и хищений газа организовали начисление на лицевые счета граждан несуществующих долгов. Следователям МВД по республике в начале ноября возбуждено 5 уголовных дел в отношении руководителей ООО. Как установлено, в абонентских базах ЗАО «Дагестан-Регион-Газ» находились десятки тысяч лицевых счетов, открытых на несуществующие адреса. Вымышленные лица из отвоения счетов. Вот мне рассказывали конкретно, в день платежей люди подходят и спрашивают, а почему мне 10 тысяч рублей лишних начислили за газ? И, ну, знаете, объясняют, да ничего, потом снимем. Потом человек ходит, не снимает, но будет судиться, наверное, с ним. Я прошу всех глав по всем обращениям передавать информацию, во-первых, самим разбираться, и соответствующим образом передавать в руководительный орган. Если мы сейчас вот той проверкой, которая проводится и работаем, выйдем на то, что на ваших поселениях системно это делали, встанет вопрос, где вы были, где были вы, когда ваши жители обирали. Обеспечение безопасности период новогодних праздников также стало основной темой для обсуждения. Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов и замминистра внутренних дел Дмитрий Гутыря отметили, что работы по усилению безопасности в городе уже проводятся. Для усиления охраны общественного порядка в указанный период населенных путов предусмотрено привлечение к патрулированию на улицах и других общественных местах военнослужащих Росгвардии по месту их дислокации. В городах и районах республики организованы круглосуточные дежурства. Для обеспечения безопасности в городе проводятся мероприятия по изъятию незаконно храняющегося оружия. На 30 ноября дагестанцы уже сдали больше 120 единиц огнестрельного оружия. Сдается оно не безвозмездно, добровольцы будут поощряться материально. Ежегодно в регионе на выкуп у граждан оружия выделяется 3 миллиона рублей. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан получит 11 миллиардов рублей на ликвидацию трехсменки. Об этом на неделе сообщили в правительстве России. Задача ликвидации трехсменного режима обучения в дагестанских школах будет полностью решена к 2019 году. Кроме Дагестана в список финансируемых по данной проблеме регионов вошли также Чечня, Бурятия и Ингушетия. По словам представителей образовательного ведомства Дагестана, самая критичная ситуация в этой сфере в городах республики Махачкале, Каспийске и Хасавюрте. Именно поэтому в рамках госпрограммы развития образования в следующем году запланировано строительство целых 19 новых школ. В Дагестане создадут комиссию для проверки электронной очереди в детские сады. Об этом заявила министр образования и науки региона Умпазиля Марова. В рамках приема граждан вице-премьер рассмотрела шесть заявлений, и все они касались почему-то никак не продвигающейся очереди в системе электронный детский сад. По фактам рассмотрения жалоб Умпазиля Марова отметила, что планируется создать межведомственную комиссию для детального изучения подобных проблем. Это позволит сделать прозрачной работу электронной очередью и проверить порядок зачисления воспитанников в дошкольные образовательные учреждения. Новый мэр Махачкалы в скором времени приступит к своим обязанностям. Владимир Васильев определился с кандидатурой нового градоначальника дагестанской столицы. На неделе об этом сообщили сразу несколько федеральных информационных источников. Выбор пал на главу басмана и управы Москвы дагестанца Салмана Дадаева. По словам главы республики, кандидатура эта была согласована со всеми, и его с трудом отдал мэр Москвы Сергей Собянин. Отметим, что возможному новому мэру Махачкалы 39 лет. Он окончил юридический факультет ДГУ. На неделе в Грозном прошел традиционный шестой форум средств массовой информации Северного Кавказа. В этом масштабном мероприятии приняли участие и наши коллеги. Посетил медиафорумы глава Дагестана Владимир Васильев. Он осмотрел стенды и медиапавильоны субъектов СКФО. Во время работы форума функционировала арт-резиденция, включающая в себя региональные выставочные экспозиции, отражающие специфику медийного пространства субъектов региона. В рамках работы форума Дагестан презентовал свой интересный медиапавильон, который был разделен на шесть тематических стендов, объединенных общим дизайном бренд-бука «Дагестан. Горы неизведанно». В него вошли несколько направлений деятельности средств массовой информации республики. Электронные СМИ, печатные СМИ, телевидение Дагестана и книги Дагестана. Стенд Дагестана был оборудован тремя экранами, на которых показывались ролики о телепроектах трех ведущих телеканалов региона – ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан» и наше национальное телевидение. Площадка книги Дагестана рассказала также о книжной и полиграфической продукции дагестанских издательств на русском и национальных языках. Какова же информационная карта Дагестана сегодня? Что представляет собой сфера республиканских медиа? В республике работает 468 различных средств массовой информации. Из них 329 республиканских, 104 муниципальных и 11 частных. Функционируют две крупных государственных телерадиокомпании – РГВК «Дагестан» и филиал ВГДРК «ГТРК Дагестан». Республиканское информационное агентство «Дагестан», 44 журнала, 129 республиканских и 62 муниципальные газеты, выходящие на различных языках народов Дагестана. А также дагестанское книжное издательство. 47 радиоканалов и 130 телеканалов. И сегодня у нас в гостях министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы только что вернулись с форума северокавказских СМИ. Какие впечатления? Какой опыт коллег показался вам интересным наиболее? Чем вас там удивляли и чем вам удалось удивить наших друзей? Ну, мы на самом деле каждый год с нетерпением ожидаем этого события, потому что мы считаем, что форум СМИ в СКФО является одной из главных площадок, где собираются все медиа и обсуждают текущую повестку, обсуждают перспективы, делятся лучшими практиками. Поэтому мы, конечно же, каждый раз с интересом и удовольствием принимаем участие в этом событии. Мы стараемся каждый год представлять новый тренд, который мы в своей работе видим, то, что мы замечаем в Республике Дагестан. Как вам известно, мы несколько лет уже внедрили в свою практику критерии эффективности наших СМИ. Мы очень рады, что к нам присоединились, ну, к нам как к государственным СМИ присоединились и частные издатели. Теперь мы видим большинство картины целиком. И мы в этом году представили решение пульса СМИ Республики Дагестан. Это была интерактивная карта. На карте пульсом показывалась новостная повестка, которая существует в том или ином населенном пункте или городе. И, соответственно, при клике на город можно узнать, чем же сейчас живет этот город, какие события в нем происходят. И все это ранжируется по мере популярности. То есть идут новости, и, конечно же, в каждую новость можно зайти и ее почитать. В определенном роде это получился своеобразный интегратор новостей, некое подобие Яндекса. Вообще такая практика на Кавказе внедряется впервые, да? Да. Мы рады, что мы смогли представить это первым из субъектов Российской Федерации. Более того, нашу практику высоко оценивают и в других регионах. Вот в частности, полностью переняли опыт уже в Белгородской области. Там все 34 государственных изданий тоже перешли на такую оценку эффективности СМИ. Недавно состоялось решение аналогичного республики Татарстан, которые заимствовали наше решение. Мы знаем, что очень большой интерес Московской области, Волгоградской области. Дело в том, что практически каждый Минфин, субъект Российской Федерации, начинает требовать не просто осуществления деятельности, а как бы с пониманием, чем эта деятельность заканчивается, то есть эффективностью. И вот это решение наше, как опробированное, уже такое хорошо отпилотированное, многим регионам действительно интересно, как уже готовое решение. Ну, это же такой марафон, как я понимаю, сейчас этого форума, потому что раньше он проходил в Пятигорске, а сейчас он объезжает все регионы Кавказа и в следующем году будет принимать его Махачкала. Какие связи с этим у вас планы есть? Мы очень рады, что глава Республики Дагестан принял решение, что этот форум пройдет в Республике Дагестан, потому что, повторюсь, мало того, что это ежегодные главные события в области медиа, но мы еще с вами прекрасно знаем, что в Республике Дагестан, помимо богатых журналистских традиций, еще существует огромное многообразие средств массовой информации. Наверное, здесь одно из самых больших количеств зарегистрированных средств массовой информации. Мы действительно представляем из себя такое многообразие и точек зрения, и форм донесения информации. И в связи с тем, что данный форум приедет к нам, мы считаем, что помимо дискуссий панельных на форуме еще активно развиваются образовательные площадки. И, соответственно, многие люди просто смогут принять участие в образовательных программах, смогут чему-то научиться новому или понять, как продвигать свое медиа. И мы считаем, что такой интенсив будет очень полезен не только республиканским СМИ, но и муниципальным СМИ, частным издателям, отраслевым изданиям. Конечно же, не все они могут ездить на эти форумы. Но когда форум приезжает уже на территорию Республики Дагестан, мы думаем, что и уверены, что это событие станет одним из самых главных в нашей отрасли. Ну вот как раз хотелось бы поговорить о печати, потому что после переименования Вашего министерства как раз-таки слово «печать» из него и выпало, что обеспокоило многих моих коллег, связанных именно с печатной отраслью. Каким Вам видится развитие именно печатной сферы СМИ в Дагестане? Во-первых, я считаю, что из названия не только выпала печать, а прежде всего добавилась массовая коммуникация. И, конечно... Расширилась, то есть? Да. И, конечно же, печатные издания являются очень важным направлением и обеспечением конституционного права граждан на информацию. Ну и вообще они имеют свою целевую аудиторию, которую действительно достойно представляют. Я считаю, что печатные СМИ не угасают. Да, существуют ограничения с точки зрения доставки изданий, существует много внутренних проблем по развитию. Но то, что мы видим, что делают наши коллеги по цеху, мы видим, что не все так плохо. И это действительно важное средство доставки информации до граждан. Люди целыми семьями до сих пор читают газеты, и это действительно очень важно, и мы всегда будем поддерживать это направление. Ну, отдельная тема национальной СМИ, издающаяся на языках народов Дагестана, потому что это не только СМИ, собственно, а это еще и площадки для развития национальной журналистики, этнической журналистики, сохранения национальной культуры. Они лишены в определенной степени тех конкурентных преимуществ, которые имеют русскоязычные СМИ, но имеют свою постоянную аудиторию. Как вы видите их развитие? На самом деле, наш глава ставит задачу очень внимательно относиться к вопросам национальной прессы, и, безусловно, мы считаем, что это одно из важнейших направлений массовых коммуникаций. Мы также видим, что наша национальная пресса имеет одни из самых лучших бюджетов. Я думаю, что сильно не ошибусь, если скажу, что бюджеты национальных изданий составляют порядка 150 миллионов рублей в год, и это больше, чем бюджет нашего телеканала или электронных СМИ. Это почти половина бюджета министерства всего. И это говорит о том внимании, к которому государство относится, именно к национальной прессе. В то же время наша национальная пресса является нашим флагманом и сложилась задолго до появления самого телевидения. И мы видим, что не всегда тот формат, в котором сейчас они существуют, это общественно-политические издания, может доносить оперативно эту повестку. Но в то же время мы видим, как ряд наших коллег, в частности Лесги, газет, умеют оперативно доносить эту повестку. Они развивают свое сетевое издание, помимо печатной прессы, настолько хорошо вовлекают аудиторию, что по своей популярности они сейчас входят в десятку крупнейших средств массовой информации Республики Дагестан. Это далеко не простая работа, и это по-настоящему успех. Почему? Потому что мы видим, что их ресурс не только посещаемый, мы видим, что и материалы на нем читают более чем на 60%. То есть это говорит о качественности контента. И хотел бы поделиться хорошим опытом, который увидел на форуме СМИ ВСКФО. Владикавказский детский журнал, главный редактор, говорит, что 80% нашего содержания — это материалы и публикации, присылаемые нам читателями. То есть журнал настолько хорошо вовлекает своих существующих читателей, привлекает новых, фактически является такой коммуникационной площадкой. Каждый может высказаться, каждый может направить свой материал. Мне кажется, это достаточно хороший и интересный формат. Я думаю, что мы в ближайшее время обсудим с корпусом наших главных редакторов непосредственно мероприятия, как мы будем двигаться дальше. Но мы считаем важным, что нам необходимо сохранить национальную прессу, ее совершенствовать, развивать, делать современной, безусловно, расширять аудиторию и не замыкаться только в рамках Республики Дагестан. Мы знаем, что достаточно большие диаспоры проживают вне пределов Республики Дагестан. И, к сожалению, мы пока не можем донести до них событию и повестку, которые происходят в Республике Дагестан. Они получают информацию из федеральных средств массовой информации. Но мы должны привлекать, вовлекать их в решение проблемы Республики Дагестан. И, конечно же, организовать такую коммуникацию между Дагестаном и другими регионами вот прямо на уровне локальных местных новостей. Считаю, что это направление одно из самых важных. Когда обратная связь фактически формирует большую часть контента и имеется живая связь между читателем и издателем. Конечно. Наши дагестанцы, проживающие в других территориях, не должны быть оторванными. Они, конечно же, должны в том числе жить местной повесткой, понимать, что происходит у них в Республике. И мы считаем, что такое вовлечение создаст некую новую синергию. Ведь вы знаете, что многие процессы, которые сейчас происходят, действительно возвращаются дагестанцы, успешные дагестанцы, которые очень хорошо себя реализовали в других регионах. И это направление, безусловно, тоже важное. Вы активно продвигаете и новые технологии, не только в СМИ, но и в сфере информатизации. Прежде всего, проекты, связанные с цифровизацией взаимоотношений людей с властью, в частности, МФЦ. Какие основные векторы направления деятельности здесь? Если говорить сухим и официальным языком, то, конечно же, первая задача – это оказание государственных услуг в электронной форме. Но если говорить простым языком, то мы должны максимально устранить барьеры и ограничения между нашими гражданами и властью. Что это такое? Это, конечно же, обеспечение возможности записи в садик через интернет. Это, конечно же, запись в школу через интернет. Конечно же, это запись к врачу через интернет именно с приемом в назначенное время. Конечно же, это получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. И масса других государственных услуг, которые мы оказываем в электронной форме, но которые пока не очень востребованы. Для этого есть, конечно, те ограничения, которые мы должны снять. Потому что чем проще мы сделаем общение между государством и человеком, тем качественнее услуги будут, тем более востребованными станут функции государственных учреждений. Ну и на самом деле, я думаю, что большинство наших граждан улучшит свое положение, улучшит свою жизнь. Потому что мы исключим из этих отношений посредника. Человеческий фактор. Да. Ну и насущные самые такие проблемы будут решаться так легко, дистанционно. Да. В то же время, вот вторая большая задача – это развитие открытости и прозрачности власти. Потому что очень многие процессы на самом деле не до конца понятны и, может быть, не до конца доступны. Чем больше мы сделаем инструментов и форм общественного контроля, народного контроля, чтобы можно было проявить инициативу, предложить, что условно вот здесь не нужно ставить эту лавочку, давайте поставим ее в другом месте. А вот здесь нам не нужна спортивная площадка, давайте здесь разобьем сквер. Вот сбор таких инициативных предложений, голосования по ним, донесения их до органов местного самоуправления. Такой народный контроль, по-настоящему народное предложение – вот это тоже очень важное направление. Потому что оно позволит принимать согласованное решение между гражданами и властью. И, соответственно, мы станем понимать лучше друг друга. Следующим важным направлением в нашей деятельности является подконтрольность власти. И мы должны понимать, что развитие электронных форм документа оборота, взаимоотношения с государством, подача жалоб, предложений, даже документа оборота между республиканскими властями и муниципалитетами, во-первых, сократит срок рассмотрения вопросов граждан по существу, и в то же время сделает и муниципалитет, и каждый орган исполнительной власти подконтрольной высшей власти. И, соответственно, более-менее эти все процессы станут прозрачными, понятными, контролируемыми. И мы действительно начнем работать вовремя и в срок по исполнению всех наказов наших граждан. Ну и статистика станет реалистичной, потому что за каждой цифрой будут стоять конкретно оказанные услуги. Да, и, конечно, это все станет максимально прозрачным, каждый гражданин сможет сделать выводы об эффективности работы того или иного ведомства, того или иного министра, того или иного главы муниципалитета, сельского поселения. То есть все станет предметно, понятно и проверяемо, самое главное. То есть не останется вот этих вот мест, которые могли бы быть неизвестны в чем-то. Ну не могу не задать вопрос о телевидении. Со следующего, 2019 года, страна переходит на цифровое формат вещания. Что это будет означать для Дагестана? Как это будет проходить у нас? Очень важный момент. В республике Дагестан цифровым сигналом покрыто 98% территории. Есть определенное количество населенных пунктов, которые ввиду географического положения ландшафта не покрываются сигналом. Аналогичная ситуация и в других регионах Российской Федерации. Сейчас мы совершаем подымовые обходы и просим наших граждан тоже относиться с пониманием к этому вопросу. Мы хотим понять и действительно проинформировать каждого человека, каждый дом, что в следующем году поэтапно, постепенно, нерезко, предсказуемо произойдет отключение аналогового вещания. Что это такое? Это когда федеральные телеканалы перестанут работать по воздуху и начнут работать по цифре. Что это такое? Это возможность проведения социологических опросов по каким-то важным для республики моментам. Это возможность обратной связи со зрителем. Это возможность проведения образовательных интерактивов. То есть это плюс дополнительные возможности. Не только более качественное телевидение, современное в цифровом формате. Это прежде всего еще дополнительные возможности, которые также заработают, также станут доступны. Но нам сейчас важно организовать эту работу, чтобы никто не остался незамеченным. Именно такую задачу ставит перед нами председатель правительства. Чтобы мы каждый населенный пункт прошли ногами, встретились с каждыми. Чтобы убедились, что у всех есть приставки. Чтобы все люди понимают, умеет его телевизор принимать цифровой сигнал. Если не может принимать цифровой сигнал, что нужно сделать? Для этого наши коллеги из РТРС запустили круглосуточную горячую линию. Этот номер можно увидеть и в средствах массовой информации. И мы тоже попросили бы в рамках вашего эфира вывести его и показать. И, соответственно, по этому номеру можно получить все консультации о переходе, о преимуществах, о своем населенном пункте. И что необходимо сделать для того, чтобы начать принимать цифровое эфирное телевидение. В целом мы считаем, что это просто новые огромные возможности, прежде всего для граждан. Потому что современный цифровой мир невозможен в аналоговом вещании. И наше республиканское телевидение, в частности филиал ГТРК, уже вещает в мультиплексе. Мы сейчас с коллегами из РГВК собираемся этот вопрос активно проработать, чтобы тоже войти в этот состав. Ну и, конечно же, все наше многообразие муниципальных телеканалов тоже должно влиться в этот цифровой поток. Мы никого не должны потерять. Мы должны действительно доставлять местные новости. Потому что местные новости, они самые популярные, самые важные для каждого человека. Традиционно государственные СМИ считаются таким рупором власти. И складывается такое предвзятое мнение, что частным СМИ можно доверять больше. Как вы относитесь к этому мифу? И каковы взаимоотношения министерства с этими СМИ? И как вы устраиваете отношения с ними? Во-первых, мы считаем, что и частные издатели, и государственные издатели – это, во-первых, один цех, это одни коллеги. Во-вторых, мы считаем, что последние годы наблюдался определенный перекос. И можно было провести даже периодически какую-то рубежную черту между государственными СМИ и частными СМИ. Зачастую это иногда выглядит даже как некоторые силы по разные баррикады. Но мы видим, что в любом случае средства массовой информации должны вовлекаться в государственную повестку. И я очень признателен нашим частным издателям, что это действительно коллеги, которые любят Дагестан, которые о нем заботятся, и которые действительно разделяют важные государственные задачи, которые сейчас стоят перед Республикой Дагестан. У нас нету никаких противоречий между собой. И более того, мы будем еще дальше развивать форматы нашего двухстороннего сотрудничества. Я считаю, что частные СМИ должны вовлекаться в освещение государственных проектов, государственных задач. У них тоже большая аудитория существует. И, безусловно, они тоже должны быть вовлечены в эту повестку. Мы предполагаем продумать систему взаимодействия, чтобы частные издатели имели доступ и к информационным ресурсам, чтобы они имели доступ к источникам информации, чтобы они имели возможность получать оперативные комментарии от органов исполнительной власти, муниципалитетов, чтобы они имели доступ к финансовым ресурсам, к распределению государственных заказов. Все это создаст единое информационное пространство, которое действительно важно. Это создаст такую здоровую внутриотраслевую конкуренцию. Да, на самом деле мы должны работать и с муниципальными средствами массовой информации. Там очень много вопросов, очень много проблематики. Они не должны оставаться только в рамках муниципальной повестки. Конечно же, они должны поддерживать и общефедеральную повестку, и общереспубликанскую. Но и мы должны им помогать работать. Это могут быть и какие-то вопросы образовательного характера. Безусловно, это должна быть какая-то и грантовая поддержка. Мы знаем, что на федеральном уровне ежегодно распределяются субсидии на поддержку муниципальных изданий, частных изданий. Но количество заявок от Республики Дагестан очень низкое. Мы не используем те возможности, которые нам предоставляет государство. И нам самое главное даже вовлечь их в эту деятельность. Ведь мы можем сейчас поддерживать не только субсидиями на тиражи, на тиражность, на издания. Мы можем поддерживать еще и на производство социально значимого контента. Вот наши коллеги, частные издатели участвуют, муниципальные СМИ практически не участвуют в этом. Республиканские не могут участвовать. Мы не всегда даже пользуемся тем, что предоставляет государство. Вероятно, что просто не знаем об этом даже. Вот эту работу нам тоже предстоит в этом году организовать, чтобы мы использовали все возможности, которые предоставляет федеральный центр. Очень интересно. То есть речь идет и о современении подходов к подаче информации и к организации работы. На самом деле многие СМИ, особенно, наверное, муниципального характера и республиканского характера, воспринимают себя как информаторов. То есть вот если раньше средства массовой информации в основном предлагали информацию, то развитие современного цифрового и информационного общества говорит о том, что человек уже самостоятельно удовлетворяет свой запрос. Мне интересно узнать то-то. Я захожу, ищу и получаю информацию именно от того ресурса, кто лучше себя продвинул. Одного предложения информации уже недостаточно. Необходимо выйти на такую коммуникацию с читателем. Во-первых, предлагать ему то, что действительно востребовано интересным. И предлагать, конечно, полезную информацию для него. Та, которая действительно может ему помогать в решении каких-то вопросов. Информация ради информации – это уже не подход в современном мире. На первый план выходит аналитика, экспертные мнения, оценки? Вот это очень важный момент. И несмотря на то, что мы сейчас получили первое место именно за информационно-аналитический материал, его получил Сергей Расулов из нашей газеты «Молодежь Дагестана», нам хотелось бы, конечно, развивать это направление. Мы в ближайшее время предложим формат и образовательные программы, чтобы мы могли подтянуть наших журналистов, подтянуть, скажем так, наши издания, чтобы они в этом направлении работали. Ну и вообще в целом достаточно большой запрос общества. Мы видим сейчас, что информационно-аналитические материалы более востребованы. То есть востребованы сейчас в первую очередь короткие новости. Пришел, увидел, разобрался, что происходит, ушел дальше. Ну и в то же время материалы, которые анализируют разные точки зрения, разные подходы, которые дают вот эту всю выжимку, таких очень мало. Новое время диктует новые подходы, в том числе и в сфере СМИ, в журналистике. Как обстоит дело с повышением квалификации журналистских кадров? Что вы будете делать в этом направлении? Нам хотелось бы достаточно активно развивать систему стажировок. И в том числе систему дуального образования. Вернее, дуального обучения. Это такая система, когда человек может работать и параллельно обучаться. Это как раз про современные форматы, про блогинг, про электронные СМИ. Но мы видим, что у нас очень много качественного и действительно такого глубокого материала. У нас очень много талантливых журналистов. И мы действительно создаем интересные материалы. Но не имея возможности технологической донести до большой аудитории, мы теряем. Вопросы вовлечения, вопросы продвижения материалов на целевую аудиторию. Вот это очень важные вопросы. В настоящее время недостаточно просто очень хорошо написать или подготовить серьезный аналитический материал. Очень важно его продвинуть на целевую аудиторию. Очень важно вовлечь ее в комментарии, в диалог. Вот это у нас, к сожалению, пока плохо получается. Чтобы он не утонул в море информации и не остался просто не озвученным, не прозвучавшим. Да, вы абсолютно справедливы. Вот в нашей республике очень много СМИ. Информационный поток огромный. Очень часто мы с вами сталкиваемся с фейковыми новостями, которые вводят в заблуждение наших граждан. Одно момент на огромное количество людей. Да, и действительно зачастую сложно разобраться и перепроверить информацию. И мы с вами понимаем, что если раньше традиционные классические СМИ должны были собирать информацию и проверять ее через три источника, то развитие социальных сетей, электронных СМИ, оно фактически исключило это правило. И любая информация может быть сразу же опубликована. В нее может быть вовлечено огромное количество людей. Она получит массовое распространение. И потом, иногда так тоже бывает. Информация оказывается недостоверной. Но в то же время люди уже могут совершить те поступки, которым их призывают, подстрекают. Которые на самом деле не имеют ничего общего с правдой и с истиной. Вот эти моменты очень опасны. И мы с вами видим, как в последнее время в информационные пространства врываются различного рода скандалы, фейковые новости. Для того, чтобы бороться с этим, нужно, опять же, открытость власти, открытость источников, чтобы у любого человека в простой, доступной ему форме была возможность перепроверить ту или иную информацию. Ну и, конечно же, работа наших пресс-служб, работа государственных средств массовой информации тоже должна носить максимально оперативный характер по доставке этой информации, чтобы, по крайней мере, граждане гарантированно имели доступ к проверенной, качественной, объективной и, главное, своевременной информации. То есть информационная безопасность – это уже не отвлеченное понятие, а речь идет здесь о реальной безопасности граждан. Буквально понимание этого слова? Конечно, да, мы с вами видим, что ряд сил пытается постоянно вовлечь наше общество в какие-то дискуссии, которые не имеют под собой ровным счетом никакой почвы. Мы видим, что на этом пытается кто-то погреть руки, получить лайки, получить количество просмотров. Вот СМИ должны быть, прежде всего, ответственными, потому что недостаточно просто опубликовать информацию и собрать массу лайков. Нужно понимать, что за этим наступит. Жить по закону и не забывать, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Кроме того, как сказал классик, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И об этом должны помнить журналисты первые. Да, в то же время хотелось бы отметить, что интернет – это та среда, в которой не существует природных катаклизмов, где не существует случайности. Все, что там происходит – дело рук человеческих. И, конечно, каждый из нас в ответственности за то, что именно там происходит. Ну и в завершение, наверное, о планах на будущий год, о каких-то приоритетах, которые вы себе обозначили. Планы у нас большие. Министерство у нас новое, крупное, многофункциональное. Мы, конечно же, постараемся в краткосрочной перспективе начать реализовывать мероприятия цифровой экономики. Прежде всего, это новые образовательные сервисы. Вот в декабре у нас пройдет презентация Яндекс.Лицея и Яндекс.Учебника. Это первое, что мы собираемся делать в области цифровой экономики. Это предоставить платформу для получения новых знаний, новых компетенций. Конечно же, мы видим, что без образования, без повышения цифровой грамотности населения, даже медиаграмотности, мы можем внедрить любые цифровые сервисы, которые останутся непонятными и невостребованными. Поэтому нам сейчас очень важно работать с каждым гражданином, чтобы, с одной стороны, и развить новые компетенции, и в то же время, чтобы предоставить возможности для реализации. Это самое важное наше направление. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Успехов вам. Напомню, у нас в гостях был министр информатизации и связей массовой коммуникации Дагестана Сергей Снегирев. К чрезвычайным ситуациям готовы. Сотрудники МЧС по Дагестану подтвердили на практике свою готовность реагировать на внештатные ситуации в случае чрезвычайных происшествий на территории крытых торговых центров столицы. Спасатели и огнеборцы на этот раз провели учения на втором рынке города Махачкалы. Подробности в сюжете Камиля 9. Действует по сигнальной тревоге. Группа спасателей пробирается к очагу возгорания, который произошел на втором этаже рынка. Задача пожарно-тактических учений – выполнить команду быстро, а главное – успешно. Тяжело в учении, легко в бою. Работа спасателей максимально приближена к условиям реальности. Условный пожар был ликвидирован, после чего сотрудники МЧС проверили рынок на соблюдение правил пожарной безопасности. Ранее здесь были проверки. Выявленные тогда нарушения, как отметили специалисты, сейчас устранены. На учениях принимали участие пожарно-спасательные подразделения города Махачкалы. Было задействовано всего 7 единиц техники и 28 человек личного стола. Основной целью учения – это тренировать личность стола пожарно-спасательных подразделений, действия по утушению пожара на рынках, а также организация взаимодействия с администрацией рынка и с службами жизнеобеспечения города Махачкалы. Цели учений достигнуты. Также в ходе учений были отработаны вопросы проверки состояния пути подъезда как самому рынку, так и внутри рынка. Руководство рынка, несмотря на мелкие нарушения, выявленные пожарными, к этой проверке подошло к полной боевой готовности. Самое главное здесь есть функционирующий пожарный гидрант, что очень важно в случаях возникновения различных ЧС. С нарушением мы отработали все, полностью их искоренили. Это место уже не имеет на рынке. Как вы видели, сегодня пожарная техника под ведомственным пожарным проходом управляющей компании «Атриум» проезжает свободно. И на сегодняшний день безопасность людей со стороны МЧС на 100% может быть обеспечена. Камиль Диатов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Выставка памяти знаменитого путешественника Евгения Гвоздева открылась накануне в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале. Ее посетили близкие и друзья яхтсмена, учащиеся школы, вузов. Гвоздев – единственный российский мореплаватель, который в одиночку совершил два кругосветных путешествия. Его яхта «Саид» нашла свое пристанище в музее, где каждый теперь может прикоснуться к судну, на котором путешественник объездил весь мир. Известного мореплавателя не стало 10 лет назад. 2 декабря 2008 года, совершая свое третье путешествие, на 75-м году жизни он погиб во время сильного шторма под Неаполем. Для детской радости не должно быть ограничений, так считают работники благотворительного фонда «Инсан». Именно они накануне в честь Международного дня инвалидов организовали для детей настоящий праздник. Около 350 детишек со всей республики стали участниками торжественного мероприятия. Чтобы разделить радость вместе с детьми, акцию посетил и муфтий Дагестана, шейх Ахмад Афанди. Все подробности у Абдуллы Алиева. День инвалидов День инвалидов, возможно, это не праздник, но он посвящен самым сильным людям, сумевшим пройти все испытания для того, чтобы жить дальше. При этом рядом с такими людьми должны находиться верные друзья, всегда готовые помочь и поддержать. И одними из таких являются работники фонда «Инсан», организовавшие торжественное мероприятие для детей с рожденными недугами. Мы сегодня пригласили как наших подопечных, так и детей, которые обучаются по дистанционному управлению, именно совместно с Центром дистанционного обучения. Сегодня у нас находится более 350 детей. Сегодня как дети бабочки, так и дети с онкологией, дети ДЦП и так далее. То есть решили охватить всю проблему детей и пригласили, чтобы хотя бы этим мероприятиям дать хотя бы капельку, чуточку радости в их нелегкой жизни. Не оставил без внимания мероприятие муфти республики шейх Ахмат Афанди. Обращаясь к детям, он сказал, что не видит в них отличия от других людей. Шейх сказал, что у всех есть болезни, как телесные, так и душевные, и что второе намного хуже первого. Я вас очень люблю, уважаю, и ни в коем случае я вас не считаю инвалидами, потому что во всем, ну давай так, о мире не будем говорить, о Дагестане скажем. Все дагестанцы, мы все, можно сказать, какой-то болезнью болеют. У кого-то болезнь, это выряжено на тело, на лицо, а у кого-то внутри душевные болезни. Поэтому здоровых людей на свете, можно сказать, почти нет. Мы все одинаковые люди, и когда говорят о детей-инвалидах, мне вот это слово вообще не нравится. Мы все люди, мы все одинаковые люди. Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы у всех остались положительные эмоции. Детейшек развлекали аниматоры. Для них были исполнены нашиды и проводились викторины. Дети, как и их родители, остались в восторге. Как обычные дети, мы не встречаемся так часто, мы не ходим. А вот такие мероприятия нас объединяют. Мы знаем, что мы не одни. Это хорошо, дети радуются. И для родителей тоже благоприятная обстановка. Все-таки дети должны радоваться, веселиться, какие бы они ни были. Я по своей работе знаю, насколько нуждаются вот эти семьи, где порой один родитель и дети испытывают трудности в жизни. Я знаю, какие у них проблемы в семье. Поэтому мы должны как минимум свое отношение к ним, не без различия, к ним проявлять посредством таких мероприятий, как сегодня проводятся. Помимо вкусных угощений, всем деткам были вручены специальные подарки. Ну а закончилось мероприятие коллективным фото с муфтем республики. В полосе Вышнем у нас в республике всегда находятся люди, готовые помочь ближнему, и которым невозранична судьба каждого ребенка. Подобные мероприятия несут радость детям, а главное, дают им понять, что их никогда не оставят без должного внимания. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Всего вам доброго.